Приветствую! В принципе, мы с вами уже давно привыкли к тому, что государство от нас только требует, и оно нам говорит, ты должен, 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 должен. И постоянно количество вот этого должен увеличивается, а количество того, что должно государство, как-то не увеличивается. Притом, когда человек обращается к государству и говорит, что, а вот ты же должно мне тоже, есть конституция, по которой ты должно, и есть законы, под которым ты должно, то там всегда находится такой, даже такой хороший ответ, в который ты практически веришь, да, всегда находятся правильные слова, красивые объяснения, почему государство вот именно прямо здесь и сейчас в данный момент не может тебе дать то, что оно должно. И вот этот момент несправедливости, конечно, нас беспокоит, и меня, как юриста, беспокоит это особенно, потому что один из принципов, юридических принципов, принципов демократии, есть принцип справедливости. И должен быть баланс между тем, как вы требуетесь человека, и между тем, как вы ему даете. И вот сегодня я хочу поговорить, возможно, о какой-то такой вопросе, который кому-то покажется незначительным. И я с вами соглашусь, это абсолютно не самая актуальная проблема, не самая большая проблема на сегодняшний день, но тем не менее, вот этот подход государства, что вы должны, а мы потом как-нибудь разберемся, вот он и здесь прослеживается. О чем я говорю? Декоммунизация. Вопрос декоммунизации, вопрос названий и вопрос символики, да, и законодательство, которое все это регулирует. Вот хочу напомнить, что у нас в стране есть определенные законы, которые регулируют этот вопрос. И вот у нас есть такой закон про засуджение коммунистического и национал-социалистического нацистского тоталитарных режимов в Украине и заборону пропаганды их символики. Также у нас есть вот такой закон про засуджение и заборону пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизацию и топономии. И в принципе, я абсолютно не говорю, что это плохие законы, неправильные. То есть сама идея, она, наверное, с учетом всей ситуации, своевременная, да. И вот вопрос лишь в том, что требуют по этим законам от нас и в том, а что делает государство. И вот здесь хочу обратить внимание, что сейчас кабинет министров Украины ухвалыв, одобрил соответствующий законопроект, которым будут вноситься изменения вот в этот закон. И в соответствии с этими изменениями, если вдруг кто-то, политическая партия, какое-то юридическое лицо, либо общественная организация не переименовались, да, и в их названиях находится что-то, что связано с вот этой имперской политикой, их будут закрывать. И опять же, я не осуждаю это, я не говорю, что это неправильно. С учетом сложившейся ситуации, пожалуй, это все правильно. Но, знаете, что меня смущает? А почему государство до сих пор не выполнило эти требования, которые оно к нам сейчас будет предъявлять? И закрывать юрлица, политпартии, общественные организации. Что я имею в виду? Сейчас объясню. И сейчас я, друзья, вам накину немножко зрады-зрадной. Перенесемся в мой родной Харьков. Как юрист я посещаю суды. И какие же суды я должен посещать в городе Харькове? Давайте посмотрим. Зайдем на сайты этих судов. Пада-бам! Жофтневый, районный суд миста Харькова. Как вы думаете, а с чем вот это название связано, Жофтневый? Просто с месяцем? Скорее всего, нет. Скорее всего, название связано с революцией. А вот такой фрунзенский районный суд города Харькова, как вы думаете, Фрунзе, кто же этот был такой? А давайте дальше пойдем. Арджоникидзевский районный суд города Харькова. Что это за суд такой? И если вы думаете, что это какие-то старые сайты и нерабочие суды, нет-нет, вот посмотрите сейчас на экране, вот здесь вы видите. Здесь объявление от 23 года. Эти суды работают. А вот 11 мая 23 года. А давайте дальше пойдем. Дзержинский районный суд миста Харькова. То есть суды до сих пор носят название имени Октябрьской революции, имени революционеров, партийных деятелей. Но давайте пойдем дальше. Пада-бам! Ленинский районный суд миста Харькова. Мы говорим про декоммунизацию, мы с людей требуем там название поменять своих компаний. Да мы суд до сих пор не переименовали. А давайте дальше. Это еще не все. Московский районный суд города Харькова. Декоммунизация в действии, так сказать. Но, если кто-то из вас думает, ой-ой-ой, это ж вы там харьковчане все такие. Нет, харьковские власти не могут поменять название судов. Это не их компетенция. Это все делается через центр, через Киев. Если вы думаете, что только Харьков такой. Нет. А вот давайте сейчас я живу в Полтаве. И здесь есть Ленинский районный суд. А если поехать дальше по Украине, так сказать, вглубь туда, то мы найдем, например, Ленинский районный суд города Кировограда. А скажите, а есть такой город в Украине на сегодняшний день? Вы вдумайтесь. Нет, ни названия района такого, ни такого города уже в Украине нет. Все переименовано, а название суда осталось. Та же самая история и в городе Харькове. У нас нет уже ни Ленинского района, ни Октябрьского. Это все стало одним единым новобаварским районом. У нас нет Дзержинского района, он стал Шевченковским районом. У нас и Фрунзенского, и Орджоникидзевского районов уже давно нет. Но суды до сих пор не переименованы. И Московского района тоже у нас нет. Ничего этого в Харькове больше нет. Но суды до сих пор не переименованы. И, ну а вот это Ленинский районный суд Кировограда, ну это же вообще класс. Ни района нет, ни города нет, а суд есть. И вот здесь, не знаете, вот что бы хотелось, да? Кто-то сейчас скажет, ой-ой-ой, шо ж ты тут зрады накидал. Да нет, друзья, ну это не зрада. Просто государство, как мне кажется, если вы вот требуете от людей, вы говорите там, не называйте политическую партию, как-то так, да? Не называйте общественную организацию, какое-то другое юридическое лицо. И опять же подчеркну, эта идея правильная, учитывая ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, да, а по сути мы воюем, да, с нашим соседом, то переименование оно разумно, целесообразно. Да, это не первоочередная проблема, но с учетом исторических событий таких, да, это правильно. Но вот опять же, а почему вы с людей требуете, а сами до сих пор этого не сделали? Вы сами не переименовали суды? То есть это же не просто, вот вдумайтесь, какую-то улицу там, переулок, где-то в деревне забыли переулок переименовать. Да, это там огромная работа этих переулков, миллион там не разберешься. Но суды, суды, государственные органы, органы, которые выносят решения от имени Украины. И сейчас они кто? Московский, вот вдумайтесь, посадой сейчас. Судья Московского районного суду миста Харкова. Судья Московского районного суда. Ну, прекрасно, да. Или судья Ленинского суда. Вот судьям тоже, наверное, это очень приятно, вот, ассоциировать себя с Москвой, с Лениным, с Дзержинским. Самое то, что сейчас нужно. И еще раз, мысль моя какая. Конечно, это не зрада, зрадная. Это не такая уже большая проблема. Но, знаете, просто вот заметил для себя вот очередной такой момент, где государство, не выполнив, не сделав что-то, да, начинает требовать это от нас. Дорогое государство, дорогие власть имущие, ну, поймите, что люди хотят справедливости, люди хотят справедливого отношения к себе. И, соответственно, люди хотят, чтобы государство делало все то, что оно должно делать, а не только требовалось людей. Друзья, сделайте так, сделайте так, и мы вас будем любить, мы не будем вас критиковать в сети, мы не будем обсуждать вас нелицеприятными комментариями, а наоборот будем вас всех любить. Вот. Друзья, на этом все. Всем хорошего дня, всем хороших выходных. И, конечно же, хочу традиционно пожелать вам удачи, благополучия и скорейшего прихода мира в ваши дома. Пока-пока.